добрый день дорогие друзья у нас новая встреча по сравнению с предыдущим уроком субботней школы мне кажется этот урок будет немножко легче но хотя не все так просто давайте вместе с вами приготовим сейчас библию пособие ручку бумагу потому что может понадобиться еще один момент по поводу того как мы сегодня подготовились к этому уроку когда просматривали те уроки на смартфоне было замечание что шрифт очень маленький поэтому мы сейчас увеличили шрифт чтоб когда вы читаете со смартфона ли с маленького экрана но было как-то читабельнее мы не будем еще один момент мы не будем в нашем уроке показывать от каждый раз схему как вот этот урок будет из чего состоять поэтому в самом начале покажем схему она долго простоит на экране вы можете переписать ее или скачать на сайте свиток там внизу есть ссылочка или сейчас на экране посмотрите то есть там вы эту можете схему или переписать себе или скачать но это по поводу нашего проведения урока нема небольших изменений давайте самом начале приготовились до к разбору урока мы сегодня читаем уже ли размышляем над восьмым уроком урок называется немножко необычно избери жизнь вообще само название интересное кажется вроде простое два простых слова избери жизнь но вроде просто но с другой стороны под каким углом смотреть понимаете если мы на этот вопрос будем смотреть с разных точек зрения у нас начнет нарисовываться интересная картинка давайте попробуем это представить итак первая иллюстрация вот примером допустим супруг или он или она то есть или муж или жена спрашивают что ты будешь кушать ну к примеру суп или борщ то есть вроде выбор до обычный выбор и ничего больше это первый пример то есть под этим вопросом подразумевается просто вот это слово выбор она не смертельно захотел то покушал захотел то покушал то есть это обычный разговор между супругами вторая история или вторая иллюстрация вот представьте родитель спрашивают у ребенка если он допустим маленький еще или родители спрашивают у ребенка перед днем рождения скажи пожалуйста что ты хочешь чтоб тебе подарили на день рождения и рассказывает это или это а это уже начинается интересная картина мне как-то это похоже иллюстрация на такую сцену в фильме радио там интересный такой момент произошел когда тренер привел одного неблагополучно парнишку в ресторан подходит официант и говорит есть пирог с черникой есть там с яблок кажется с яблоками и тренер спрашивает у этого мальчика подростка а что ты будешь и мне понравилось там интересно этот подросток горит оба это то же самое когда родитель спрашивают у ребенка а что ты хочешь и говорит на день рождения вот это или вот это а если ему хочется все это вторая история по поводу выбора третья история водитель приезжает на 100 то есть там что-то в машине случилось на станции техобслуживания механик подходит к нему и говорит посмотрел все провел диагностику и говорит вот вам надо поменять вот эту деталь и начинает предлагать выбор или или когда я смотрю на водителя вот в этой ситуации фактически у него вот здесь начинают в голове сразу зреть два варианта или механик хочет на нем хорошо заработать или подсунуть какую-то деталь чтобы она быстрее сломалась и опять к нему приехал для заработка то есть для человека вот здесь вот этот выбор как бы предполагает уже какой-то подвох четвертая иллюстрация к примеру директор на заводе или на предприятии начальник подходит к рабочему и говорит тут надо или вот это или вот это вот для самого рабочего что это такое я понимаю что сегодня когда проблемы с рабочими местами рабочий не может послать директора куда-то подальше или грубо ему что-то сказать понимаете для человека для рабочего это начинается проблема или задачка то есть отказать руководителю неудобно но нужно что-то сделать и фактически выбор со стороны директора к рабочему для человека это становится проблемой возьмем пятую историю или посмотрим с другой стороны если взять допустим солдат в армии допустим подходит офицер и чем выше тем более эта проблема острее и говорит к солдату надо или вот это или вот это сделать то есть понимаете немножко ситуация уже чуть-чуть становится обостреннее чем на заводе или на предприятии потому что в армии очень жестко стоят рамки если солдат не захочет выполнить что говорит офицер самая крайняя мера это губа нет значит штрафбат или суд то есть для человека это уже начинается очень большая проблема фактически это уже не выбор со стороны офицера для солдата а это приказ и наконец мы подходим к 6 иллюстрации представьте ситуацию вот как нашем уроке бог приходит и говорит нам или или то есть он как бы дает предложение знаете когда я смотрю на вот именно с этой точки зрения на вот эту нашу тему то на телевидении это говорят без комментариев или иногда вот так делать и ты что к чему мы пришли даже по самому названию темы то есть дело в том что от того кто говорит кому говорит когда говорит о чем говорит в каком тоне говорит даже с каким настроением говорит это говорит очень о многом это тема нашего урока то есть сразу с начала темы мы уже у нас как бы закладывается фундамент о чем мы сейчас поговорим то есть под каким угодно зрение мы сейчас начнем разбирать эту тему основной стих очень интересно это второзаконие 30 глава 19 стих бог говорит во свидетели перед вами призывая сегодня небо и землю жизнь и смерть предложил ли тебе благословение и проклятие избери жизнь дабы желты и потомство твое сейчас на экране у нас будет схема урока по какой мы будем первый вариант разбора рассматривать то есть вот в этой схеме вы можете взять ручку бумагу переписать ее потому что вот именно вот в таком ключе мы попытаемся этот урок разобрать помня о то о чем мы говорили перед этим вообще когда мы внимательно поднимаем вопрос книги второзакония вот характерно для нее вопрос завета часть которой следует за благословениями проклятиями после особых условий которые бог ставит которые завершаются вот в этом разделе с призывом бог начинает напоминать израилю о том что он совершил он рассказывает о том о тех всех делах которые бог делал для них после того как вывел из египта и после этого он переходит теперь к следующему шагу и он требует от израиля конкретного послушания и ожидая человека этого послушания бог хочет чтобы человек очень хорошо понимал вот в какую фазу отношений человек с ним вступает с богом и вот интересно здесь бог сразу в памятном стихе зовет свидетелей он говорит небо и землю то есть для чего он это призывает чтобы поддержать вот эту просьбу чтобы придать призыву универсальный характер я в том что как тогда так и сейчас по большому счету сегодня у человека есть выбор у каждого человека есть выбор выбор может быть разный с разными последствиями и когда бог предлагает нам вопрос жизнь или смерть это не предопределение библия говорит о том что у каждого человека есть свободный выбор то есть каждый человек может посмотрев на то что бог предлагает сделать оценку и в конце концов остановиться на своем выборе дело то что как тогда так и сейчас у каждого человека выбор причем выбор обязательно приведет или к тому или к другому первая мысль о которой сегодня вместе с вами поговорим и самое интересное что каждый выбор приведет обязательно или к жизни или к смерти и вот как по нашей схеме смотрели первый момент мы поговорим о жизни вообще что такое жизнь вообще это интересный вопрос что такое жизнь бог сразу человеку предлагает избери избери жизнь дабы желтые меня сразу вопрос а что такое жизнь я когда посмотрел википедию посмотрел как пытаются сегодня ученые те люди которые занимаются культуру языком языковеды как они пытаются это дело определить и вот когда я посмотрел что значит в википедии слова жизнь там пытаются разные это активная форма материи это обязательном порядке какие-то свойства живого содержатся какая-то совокупность физических химических процессов то есть много-много таких моментов которые говорят да это все можно привязать к определению жизни но ученые говорят интересную вещь более или менее точно определить понятие жизнь даже сегодня невозможно когда мы говорим о жизни что это такое более или менее точно вот сказать что это такое сегодня ни один ученый не сможет вообще сказать жизнь самое интересное когда они подводят итог википедии они подходят к некоторым моментам которые как бы приоткрывают что такое жизнь во первых они говорят о том что любая жизнь она как бы характеризуется первое организацией то есть какое-то высокопорядоченное строение то есть есть организация допустим муравейники там есть матка там есть рабочие там они строят это все точно так же у пчел в люб в стае волков организация есть второе сразу они говорят о том что любая живая живое существо наделено такой и таким характеристикой как метаболизм то есть обязательно получают какую-то энергию неважно через корни через питательную среду и используют это для того чтобы себя упорядочивать следующий момент вопрос роста то есть человек это вернее любое живое существо оно способно к развитию то есть растет потом адаптация вот это окружающей среде говорят о том что если даже когда-то вдруг случится где-то ядерная катастрофа то самые первые которые выживут говорят это будут крысы и вороны то есть это говорит о том что это самое сильно приспособились к любым изменениям ситуации такие живые существа еще одна характерная особенность живых существ это реакция на раздражители причем это не только допустим подносишь руку до собаки она начинает рычать это не касается не только животных есть даже растения называют недотрогой попробуй за листик тронь и она сразу так вянет то есть реакция на раздражители еще один момент это воспроизводство то есть все живое размножается и вот та информация которая содержится на генетическом уровне в принципе она как бы содержит вот эту всю программу как вот это все живое строится растет имеет цвет вид и все прочее то есть википедия говорит под словом жизнь понимает тут период существования как отдельного организма и как от момента того как он появился до смерти а что нам библия вообще говорит что такое жизнь на эту тему когда мы смотрим ветхий завет интересно ветхий завет такое слово использует нефеш оно означает жизнь второе значение живое существо неважно какое животное человек или люди третья личность вот три таких понятия в слове нефеш когда мы открываем новый завет в новом завете используется такое слово зоэй которое означает жизнь то есть проходить свой жизненный путь или долговечность ну допустим 70 лет при большей крепости 80 второй момент это средства к жизни то есть когда человек и у него есть что покушать во что одеться где прожить это тоже называется жизнь но сегодня мы привыкли называть это прожиточный минимум третий момент это образ жизни то есть как человек прожил в основном это говорят уже на кладбище или в некрологии вот он прожил хорошо или там лучше помолчи и четвертый момент имущество достояния это тоже относится в греческом языке зоей к слову жизнь какой можно сделать вывод значит я вижу два вывода если взять сегодня ученых ученые до сих пор не могут сказать вообще что такое жизнь то есть конкретно дать полное определение то есть есть какие-то понятия но полного определения нет если говорить о библии то библия поднимает этот вопрос она дает тоже широкий спектр значения который объясняет не саму только деятельность живого человека но и способ как он живет для чего живет как это влияет на других людей то есть оно как то более будем говорить с духовной стороны освещает вопрос жизни не просто взять химическую формулу а показать вообще моральную сторону жизни это то что касается определения второй вопрос который у нас был по схеме если вы успели переписать нет зайдете на свиток мы говорили о от того вернее от чего зависит жизнь и если говорить на эту тему то сразу можно поднять два момента от чего зависит физическая жизнь и от чего зависит духовная жизнь и опять же вроде простой вопрос как и наша тема но не простые ответы на этот вопрос даже если взять нашу физическую жизнь мы не берем сейчас вопрос родителей то есть от родителей зависит появится ребенок или нет вот допустим появился и вот от чего начинает зависеть жизнь конкретного появившегося человека и не только человека первый отрывок который хотелось бы вместе с вами обсудить это бытие первая глава с двадцать седьмого по двадцать девятый стих самый большой тут ответ это в двадцать сейчас скажу двадцать девятом стихе но я начну сначала Бог сотворил человека по образу своему по образу Божию сотворил его сотворил мужчину и женщину сотворил их и благословил их Бог сказал им Бог плодитесь размножайтесь наполняйте землю обладайте владычествуйте над рыбами морскими над птицами небесными над всяким животным пресмыкающим на земле и вот последний стиль здесь в этом отрывке и сказал Бог вот я дал вам всякую траву сеющую семя какая есть на всей земле и всякое дерево которое плод древесный сеющий семя вам сие будет в пищу то есть первый момент или первый фактор от чего зависит наша физическая жизнь это от нашего питания но это самое первое то есть Бог предусмотрел сразу же еще до творения человека он уже приготовил чем человек будет питаться то есть вопрос питания это первый момент от чего зависит физическая жизнь человека когда мы буквально следующую главу Бытие читаем вторая глава там с 15 по 17 стих такие такой отрывок и взял Господь и взял Господь Бог человека поселил его в саду Едемском чтобы возделывать его хранить его и заповедовал Господь Бог человеку говоря от всякого дерева в саду ты будешь есть а от дерева познания добра и зла не ешь от него ибо в день который ты вкусишь от него в оригинале написано умирая умрешь то есть если говорить короче второе условие для того чтобы человек физически жил от послушания Богу его повеления то есть есть какие-то нормы придерживаясь которые человек может жить или продолжать жить к примеру когда вы в аптеке покупаете какое-то лекарство все равно внутри лежит такая свернутая во много раз бумажечка типа инструкция где все есть показания противопоказания метод применения какие побочные вещи то есть Бог когда создал человека говорит вот есть какие-то правила или законы третий отрывок который хотелось бы поднять вместе с вами это бытие 19 глава 19 20 стих но я сначала немножко предыстории расскажу дело в том что это история золота когда Бог послал двух ангелов уничтожить пять городов даже шесть городов уничтожить в той местности потому что они развратились до последнего два ангела выводят лотос с его семьей из этого города и говорят мы вот эти города сейчас уничтожим ты спасайся туда на гору и интересно лот начал просить да это далеко бежать я уже старенький давай вот в этот город пойдем и вот интересно когда я читаю этот отрывок вот раб твой обрел благоволение перед очами твоими велика милость которую ты сделал надо мной что спас жизнь мою но не могу я спасаться на гору чтобы не застигла меня беда и мне не умереть вообще интересные слова но вот этот отрывок говорит от чего зависит тоже физическая жизнь от милости божии мне нравится как в книге иова есть такая мысль если бы Бог отнял свое дыхание человека вообще от нашей земли себя свою охрану все живое умерло по большому счету все на земле живет именно благодаря физической жизнью благодаря именно божьей милости сорок пятая глава бытие с пятого по седьмой стишок еще одна интересная составляющая от чего зависит жизнь человека физическая жизнь человека это история о том как иосифа продали в рабство несколько лет он был в рабстве долгое время и потом встречается с братьями и вот интересные мысли которые он говорит после этого в глаза братьям но это но теперь не печальтесь и не жалейте о том что вы продали меня сюда а дальше самая важная вещь потому что бог послал меня перед вами бог послал меня перед вами чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением то есть мы видим здесь еще одна составляющая это божье провидение это предвидение божьей ситуации когда он помещает меня или кого-то для того чтобы мне или кому-то сохранить жизнь и последний такой момент который тоже влияет на нашу физическую жизнь это подметил соломон премудрый соломон но это в книге притчи 14 глава 30 стих он говорит кроткое сердце жизнь для тела интересные слова кроткое сердце то есть поднимается вопрос о характере самого человека вот заметьте такую вещь это очень хорошо наблюдать или в транспорте или в большой толпе людей вот когда вы смотрите на лицо человека вы можете сразу увидеть не только сколько он прожил но можно увидеть и как о чем я хочу сказать и о том что ученые сегодня интересную мысль подметили для того чтобы человека человек ужесточился как то взъярился накричал намного меньше надо использовать мышц лица чем для улыбки а это интересная вещь то есть чем чаще или веселее человек проводит свою жизнь тем меньше морщинок тем дольше живет не зря саламон говорил от характера человека зависит тоже продолжительность жизни это мы поговорили о физической жизни а чего же зависит духовная жизнь это тоже очень непростой вопрос и нельзя прямо сказать вот только от этого или только от этого я бы хотел заострить ваше внимание на нескольких отрывках тот же саламон в притчах 4 главе с 11 по 13 стих пишет такие слова я призываю указываю тебе путь мудрости веду тебя по стезям прямым когда войдешь пойдешь не будет стеснен ход твой и когда побежишь не споткнешься крепко держись на ставление не оставляй храни его потому что оно жизнь твоя духовная жизнь в первую очередь зависит Соломон четко об этом сказал от того что человек постоянно пользуется мудростью свыше то есть постоянно просит у Бога совета духовная жизнь зависит в первую очередь от вот этих особых таких моментов когда человек спрашивает а как это сделать а как то сделать второй момент который хотелось подчеркнуть по поводу духовной жизни Матфея 19 глава 16 и 17 стих и вот некто подойдя сказал им учитель благий что сделать мне доброго чтобы иметь жизнь вечную но он сказал ему что ты называешь меня благим никто не благ как только один Бог если же хочешь быть совершенным и войти в жизнь вечную соблюди заповеди это как то перекликается с тем что говорил в свое время Соломон с тем что говорил в Бытие во второй главе Бог Адам и Ева то есть от послушания от послушания любой воли Божией зависит не только физическая но и духовная жизнь Иоанна первая глава четвертый стих интересный стих вообще эта глава интересная Иоанн пишет в нем речь о Христе была жизнь и жизнь была свет человеку Обратите внимание духовная жизнь она не где-то там по посылке по почте получил и ты открыл и пользуйся духовная жизнь она сосредоточена во Христе то есть если я с ним вот как бы расширяется следующий показатель вот в следующем моменте Иоанна 3.15 интересные слова дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную продолжается в этой же главе когда Христос беседует с Никодимом с 19 по 21 стих тоже очень непростая история говорится о том как человек может иметь жизнь или духовную жизнь он говорит есть свет есть тьма если человек хочет жить он бежит к свету и самое интересное последний стих когда человек идет к свету то есть к Богу потому что у него жизнь и приходит Бог живет с Богом он все дальше делает с Богом там написано все соделано в Боге это очень очень сильное выражение и вот этот отрывок говорит о том что духовная жизнь зависит от вот этих личных тесных отношений со Христом причем когда они постоянно обновляются Иоанна 5 глава 39 стих большинство христиан его знают исследуйте писания ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную оно свидетельствует о мне то есть исследование Библии оно тоже помогает в моей духовной жизни понимание того что Бог говорит мне но опять же личного исследования Бога когда я читаю что Бог мне сказал и стараюсь это в своей жизни делать следующий момент который тоже говорит о духовной жизни причем очень много это в Иоанна в 6 главе Христос много там мыслей сказал я один текст приведу когда Христос говорит старайтесь не о пище тлены а о пище пребывающую в жизнь вечную которую даст сын человеческий ибо на нем положил печать свою отец то есть там он говорит надо пить кровь надо есть плоть Христа то есть постоянно питать свой духовный организм вот этой пищей и интересно что в этой же главе в 6 Христос сравнил как вот евреи говорят в пустыне ходили каждый день манну собирали вот точно так же каждый день до рассвета надо открывать Библию надо приходить ко Христу надо питаться Христом вот от этого зависит духовная жизнь еще один момент который хотелось тоже привести тоже очень интересный текст Иоанна 10 глава 28 стих вообще это глава говорит она как-то перекликается с двадцать вторым псалмом Христос сравнивает себя с пастырем добрым и он говорит и я даю им жизнь вечную и не погибнут во век и никто не похитит их из руки моей то есть Христос имеет жизнь и я могу получать от него каждый день приходя и прося дай дай принимая вот эту жизнь то есть живя в этой духовной атмосфере Иоанна 11 глава 25 стих тоже интересный такой момент который подчеркнут от чего зависит моя духовная жизнь это Христос говорит у гроба Лазаря говорит я есм воскресение жизнь верующий в меня если и умрет оживет то есть вечная жизнь во Христе а вот здесь интересная вещь я не могу духовной жизнью жить автономно без него то есть если я не хожу в церковь не встречаюсь с Богом не читаю Библию я не могу называться вообще христианином я не могу духовно жить не называться можно только смысла в этом не будет по нашей схеме следующая мысль о которой мы поговорим наша тема идет о выборе и вот какой выбор мы делаем сразу когда мы читали второзаконие Бог предлагает два варианта жизнь и смерть ну мы о жизни немножко говорили хочется поговорить если говорим сейчас о жизни поднять такую мысль вот что я выберу вернее что я получу если выберу жизнь даже по словам которые говорит Бог через Моисея второзаконие тридцатая глава пятнадцатый шестнадцатый стих вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро смерть и зло которое заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего ходить по путям его исполнять заповеди его и постановление его и закон его то будешь жить и размножиться и благословить тебя Господь Бог твой на земле который ты идешь чтобы овладеть ей вот смотрите пятнадцатый стих Бог говорит жизнь и добро ну за жизнь мы поговорили в принципе если говорим о жизни то это любая подразумевается и физическая и духовная жизнь и второй момент который мы видим в шестнадцатом стихе Бог говорит во первых ты будешь не просто жить а долго жить то есть вопрос продолжительности мне нравится как это Моисей восемьдесят девятом псалме поднимает он говорит дней жизни человека семьдесят при большей крепости восемьдесят а если человек все соблюдает что Бог говорит а это и за восемьдесят переваливает то есть это продолжительность жизни и еще в шестнадцатом стихе интересно Бог подчеркует еще одну деталь он говорит и будет много потомство ну вопрос потомство сейчас мы как-то не так понимаем как понимали евреи в свое время сегодня когда говорится что много детей это называется многодетная семья ну то есть все понимают что там много детей для еврея в то время когда было обещание что у тебя будет много детей это значило очень многие вещи во первых охрана чем больше племя тем больше она может защитить себя во вторых когда родитель становится недееспособный а у него много детей происходит момент соц обеспечения то есть пенсионного фонда не было обязательно найдутся дети из всего вот этого множества кто за за отцом или за матерью присмотрит досмотрит и похоронит то есть это тоже входило в часть благословения когда человек выбирает жизнь тогда возникает вопрос а если человек не согласен то есть ему не нравится то что бог предложил то есть он хочет жить как-то по-своему и выбирает противоположные делает противоположный выбор в отношении смерти опять когда мы берем вот эти стихи особенно пятнадцатый и семнадцатый старозаконии тридцатой главы вот смотрите что там бог говорит вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро смерть и зло это верхняя часть нижний семнадцатый стих если же отвратится сердце твое и не будешь слушать и заблудишь и станешь поклоняться иным богам и служить им то дальше восемнадцатом и девятнадцатом стихе мы читаем такие слова то я возвещаю вам сегодня что вы погибнете и не долг и не пробудите долго на земле для владения которой ты переходишь иордан во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие избери жизнь дабы жил ты и потомство твое снова много вариантов вот если человек выбирает этот путь то сразу он выбирает ну раз он не выбирает жизнь значит он выбирает смерть и зло это неразрывные вещи то есть нельзя человеку выбрать путь к смерти живя в добре не не получится такого второй момент бог говорит обязательно когда ты это сделаешь такой выбор твое сердце отвратится вообще от бога но библия имеет много таких объяснений как этот процесс называется окаменели сердца очерствели то есть это момент когда человек полностью закрывается для бога это второй момент что произойдет третье погибнет то есть человек не просто то есть он заранее знает он уже предопределил свой путь это не божий вариант этот человек сам сделал выбор и дальше он говорит не смогут овладеть той землей которую бог дал и вот интересно когда я смотрю на израильский народ читая библию я вижу все то что бог обещал Аврааму Исааку Якову потом Израилю даже там у горы Синай евреи это так и не получили вот именно потому что они выбрали вот этот путь а теперь возвращаемся снова к нашему уроку бог говорит избери вообще что бог хотел вот этим сказать он он говорит два варианта есть ты можешь вот этот путь выбрать можешь вот этот после того как бог говорит о вариантах он говорит о каждом последствии каждого выбора а что вообще подразумевается под этим ну в нашей схеме урока я назвал это включение разума то есть фактически бог просит каждого человека ну включи вот здесь чтоб начали работать шестеренки извилины давайте посмотрим как бог это говорит снова возвращаемся второзаконие книга второзаконие 30 глава 15 16 стих он говорит я тебе предложил это добро или зло я тебе говорю пожалуйста ходи если ты будешь так делать будет вот это и вот когда мы смотрим дальше 17 18 стих если ты отвратишь свое сердце и не будешь слушать заблудишься станешь поклоняться другим богам будешь им служим то я возвещаю вам сегодня что вы погибнете дальше когда я продолжаю читать этот отрывок смотрите он говорит во святители перед вами призываю сегодня небо и землю жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие избери жизнь дабы жил ты потомство любил бога слушал гласов прилеплялся к нему то есть смотрите бог дает предложение бог озвучит все варианты что будет поэтому человек может сначала сделать оценку то есть бог пришел бог предложил есть два варианта каждый вариант имеет такие последствия и что интересно человек имеет возможность после того как все это услышал взять калькулятор и все просчитать то есть все плюсы и минусы то есть человек не только выбирает он своим выбором он решает теперь встретить то что за этим выбором последует и дальше в его судьбе никто не будет виноват ни бог ни обстоятельства ни родители он сам делает обдуманно свой выбор и здесь уже работает разум человека но интересно что еще один момент когда мы смотрим за этот процесс который бог предлагает чтобы человек включился бог всегда давая выбор рассказывая о последствиях подталкивая человека к выбору никогда не будет вот так пинать чтобы человек дальше сразу выбрал он обязательно дает время чтобы человек подумал а иногда может и попробовал тот или тот вариант а потом одумался и снова вернулся кстати с евреями так и было и второй момент вот в этой части я бы хотел поговорить еще об одной очень важной составляющей выбора дело в том что когда мы говорим о выборе даже то что мы читали во второзаконии вы заметите одну вещь когда бог предлагает вопрос выбора говорит выбери или то или то если человек выбирает путь противления богу сразу же начинается вопрос с прилепления к другим богам поклонения другим богам то есть помимо выбора здесь тут же переплетается еще вопрос объекта поклонения а это очень интересный момент то есть как только встает вопрос выбора вопрос встает и кому я буду поклоняться давайте посмотрим что об этом нам говорит библия опять же есть выбор 13 глава откровения с 11 по 12 стих мы читаем такие слова и увидел и другого зверя выходящие из земли он имел два рога подобные агнчим и говорил как дракон он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю у которого смертельная рана исцелена то есть это первый вариант кому поклоняться когда мы читаем следующий момент 13 и 14 стих и творит великие знамения так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми и чудесами которые дано было ему творить перед зверем он обольщает живущих на земле говоря живущим на земле чтобы они сделали образ зверя который имеет рану отмечая жив и 15 стих и дано ему было было вложить дух в образ зверя чтобы образ зверя говорил и действовал так чтобы убиваем был всякий кто не будет поклоняться образу зверя это первый вариант поклонения и кому второй вариант это называется трехангельская весть я бы хотел ее прочитать это в следующей главе откровения 14 и увидел я другого ангела летящего посреди неба который имел вечное евангелие чтобы благовествовать живущим на земле и говорил он громким голосом убойтесь бога воздать ему славу ибо наступил час сюда его и поклонитесь сотворившему небо землю море и источники и другой ангел следовал за ним говоря пау пау вавилон город великий потому что яростным вином блудас его напоил все народы и третий ангел последовал за ним говоря громким голосом кто поклоняется зверю и образу принимает начертания на челосы на руку тот будет пить вино ярости божией вино цельное приготовленное в чаше гнева его и будет мучен в огне и серии перед святыми ангелами и перед агонцем и так дальше и вот двенадцатый стих интересно здесь заканчивается эта история здесь терпение святых соблюдающих заповеди божии и веру иисуса то есть что мы видим вот в этой вселенской битве за разум человека идет борьба между двумя силами богом и дьяволом и что интересно как бог так и дьявол претендует на поклонение но когда я смотрю со стороны бога это происходит как отклик человека на спасение то есть когда бог проявил свою милость и благодать человек откликается из чувства благодарности начинает поклоняться ему когда я смотрю со стороны дьявола это сплошной террор это присутствие принуждение такого под страхом смерти поклоняться ему и что интересно ни бог ни дьявол не могут сегодня заставить человека поклоняться это личный выбор человека но здесь очень важная вещь любой выбор имеет свои последствия причем не когда-то а уже сейчас эти последствия важны для вечности в принципе вот таким я увидел этот урок то есть смотрите когда бог поставил адама в самом начале израиля перед выбором между жизнью и смертью он не просто сказал вот оцени скажи мне да это решение означало намного больше чем просто какое-то устное подтверждение это решение сначала предопределила преди предопределяла выбор адама и израиля как мы читаем любить господа и в обеих повествованиях все сводилось к вопросу поклонения вот этот вопрос он заключается не в законе как таковом то есть религия не ради религии но ради бога потому что отдельно от бога религия это просто очередное изделие человеческой культуры давайте откроем наше пособие и посмотрим на него вблизи попробуем просто зачитать те вопросы которые у нас стоят и на них ответить вместе с вами воскресенье дерево жизни нам дается задание прочитайте вторую главу бытие 8 и 9 стих и насадил господь рай в дедеме на востоке поместил там человека которого создал и произрастил господь бог из земли всякое дерево приятное на вид хорошее для пищи и дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла и нас спрашивают какие два особые дерева посадил бог в едеме ну просто отвечать дерево жизни и дерево познания добра и зла ну некоторые считают что это яблоня они там ссылаются на песни песней 85 я не утверждаю это но есть ссылка и художники даже это рисуют дальше у нас вопрос согласно бытие вторая глава с 15 по 17 стих давайте прочитаем эти тексты и взял бог человека поселил его в саду едемском чтобы возделывать хранить его заповедовал господь бог человека говорят всякого дерева в саду ты будешь есть а дерево познания добра и зла не ешь от него ибо в день который ты вкусишь от него смертью умрешь и бытие третья глава двадцать второй двадцать третий стишок и сказал господь бог вот адам стал как один из нас зная добро и зло и теперь как бы не простер он руки свои и не взял так же из дерева жизни не вкусил и не стал жить вечно и выслал его господь бог из сада едемска чтобы возделать землю из которой он взят какие два варианта бог предложил адаму относительно его существования то есть мы видим снова вечная жизнь и счастье или несчастье и смерть и вот каждый день и мы сегодня делаем выбор и вот стоит вопрос наш выбор это к жизни или к смерти я не буду на этот вопрос отвечать это личный вопрос хотя можете поговорить в классе субботней школы я не буду говорить понедельник интересное название золотой середины нет и нам дается задание прочитайте следующие стихи и в каждом из стихов какие два возможных варианта открыто заявлены то есть два лота каких-то и подразумеваются здесь и как они представлены ну давайте каждый стих будем читать и сразу отвечать на эти вопросы первый стих и она 3 16 ибо так возлюбил бог мир что отдал сына свое единородно дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную то есть два варианта доверие недоверие следующий стих бытие 7 глава 22 23 стих и все что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше умерла и истребилось всякое существо которое было на поверхности земли от человека до скота и гадов и птиц небесных все истребило в земли остался только ной и что было с ним в ковчеге когда мы смотрим по этому отрывку мы видим только два варианта праведность или праведный который остался в ковчеге и грешники которые остались за его стенами ну так написано в 6 главе бытие там 5 и 9 стих 5 стих говорится что всякая плоть развратила извратила свой путь а 9 стих только ноя нашел праведным следующий отрывок который нам дается римлянам 6 23 ибо возмездие за грех смерть а дар божий жизнь вечного христи иисусе господи нашим снова мы видим с одной стороны это праведность которая опять же получается только по милости бога и грех это разрыв вот этих отношений с богом римлянам 8 6 помышления плотские суть смерть а помышления духовные жизнь и мир первый момент мы видим мысли о горнем или духовные как в колоссальном 3 2 написано или мысли о греховном или плотские 1 яна 5 12 имеющий сына божий имеет жизнь не имеющий сына божий не имеет жизни это интересные два варианта быть в боге ну вот мне нравится как это христос проиллюстрировал в 15 главе иоанна он говорит я лоза вы ветви то есть если вы на лозе тогда вы живы и приносите плот то есть быть в боге это первый вариант или быть автономно от бога помните как в истории с ладикией то есть бог стоит стучит в сердце но он вне сердца то есть автономно два варианта Матфея 7 глава это Нагорная проповедь с 24 по 27 стих там история о строителях один человек Христос говорит если он слушает мои слова я уподоблю ему человеку который копал углубился построил свой дом на камне и когда началась проблема бури наводнения этот дом устоял потому что говорит был основан на камне и был другой строитель который ну просто прохалтурил который просто проленился и он построил этот дом на песочке так вот какой-то шалаш такой слепил и любой ветер любая буря этого домика нет то есть что мы видим два строителя но здесь контраст с одной стороны настроенность на слушание послушание с другой стороны слушание бога но не послушание ему здесь за этот день последний вопрос который нам стоял пособие какие практические шаги вы можете сделать прямо сегодня чтобы занять сторону жизни не хочу отвечать можете это обсудить кстати в классе как раз по каждому вот этому пункту который предлагался в нашем уроке это как раз будет повод о чем поговорить вторник длинное название жизнь и добро смерть и зло благословение и проклятие снова нам предлагается прочитать таразаконие тридцатая глава с пятнадцатого по двадцатый стих давайте так я не буду читать этот отрывок потому что он у вас мы уже читали его в предыдущем таком разборе в первой части этого урока мы не будем читать все эти моменты но здесь дается задание когда мы просматриваем все эти это там с пятнадцатого по двадцатый стих какие последствия каждого выбора то есть есть два выбора и вот смотрите какой у нас первый выбор вот по вот этому отрывку давайте посмотрим какой первый выбор первый можете себе там в уроке сразу же прописывать любить бога ходить по путям его исполнять заповеди его исполнять постановление его исполнять законы его хотя это почти синонимы но это разные вещи это первый выбор какие же возникают последствия когда я смотрю по этому отрывку то это будешь жить и размножаться благословить тебя господь бог твой на земле но есть второй выбор выбор номер два вот по этому отрывку отвратится сердце твое не будешь слушать заблудишь станешь поклоняться иным богам будешь служить иным богам и сразу возникают последствия такого выбора погибните и не пребудете долго на земле и дальше нам предлагается становиться все таки на двадцатом стихе давайте снова его прочитаем мы хотя его читали но прочитаем снова этот стих бог говорит любил господа бога твой слушал глаз его прилиплялся к нему ибо в этом жизнь твоя долгота дней твой чтобы пребывать тебе на земле которую господь с клятвой обещал от санта им Аврааму Исааку Иакову дать им и вот просят обратите внимание на связь между любовью и послушанием вообще что должен делать Израиль чтобы оставаться верным богу что следует делать сегодня тебе чтобы проявить верность богу но если по этому отрывку любил бога слушал глазу прилиплялся к нему вообще сократить можно до одного выражения вопрос отношений обратите внимание ни слова о делах сначала отношения что следует делать сегодня тебе чтобы проявить верность богу но это личный вопрос хотите обсуждайте в классе но это личный вопрос среда не недоступна для вас и здесь нам предлагается про честь второзаконие 10 глава это большой отрывок давайте мы его наверное все таки прочитаем полностью потому что это очень интересная вещь 30 глава второзакония я бы хотел этот отрывок прямо сейчас с вами зачитать и мы прочитаем с первого по десятый стишок так нам даже больше по 14 но мы будем первые сначала 10 читать как предлагается когда придут на тебя все слова сие благословение и проклятие которые я который изложил я тебе и примешь их к сердцу своему среди всех народов в которой рассеет тебя господь бог твой и обратишься к господу богу твоему и послушаешь глаз его как я заповедую тебе сегодня ты и сыны твои от всего сердца своего и от всей души твоей тогда господь бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой и опять соберет тебя от всех народов между которыми рассеядил тебя господь бог твой хотя бы ты был рассеян до края неба и оттуда соберет тебя и оттуда возьмет тебя и приведет тебя господь бог твой в землю которую владели цитвыст еще и получишь ее во владение и облагодетельствует тебя и размножить тебя более и отцов твоих и обрежет господь бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать глаза Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. И если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его, постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею. И у нас стоял вопрос, какие обетования дает Бог своему народу, если люди покаются после своего непослушания? И вообще, что это говорит нам о Божьей благодати? Когда я читаю вот этот большой отрывок, Бог возвратит пленных. Замечаете, почему возвратит? Они же были непослушны, а потом поняли и вернулись к этому. Дальше, умилосердится над тобой, соберет Господь, то есть имеется в виду вот этот плен, из плена вернет. Дальше говорит, облагодетельствует, вернет в землю, где жили отцы, снова даст во владение, размножит, обрежет Господь сердце твое и сердце потомства твое, то есть Бог будет работать над характером. Он сделает все, чтобы ты любил Господа Бога твоего, от всего сердца твоего, то есть работа над отношениями. Он дальше говорит, все проклятия обратит на врагов твоих. Он говорит, будешь слушать глаза Господа, исполнять заповеди, то есть вопрос послушания. И дальше он говорит, с избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. И снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя о тебе. И вот что это говорит нам о Божьей благодати? Когда я смотрю на этот отрывок, Бог снова и снова готов прощать, проявлять любовь, заботу, покровительство, спасать для вечности. И дальше, продолжая размышлять над этим отрывком, мы читаем с 11 стиха. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сию, оно в устах твоих и в сердце твоих, чтобы исполнять его. И вот у нас просят, пожалуйста, прокомментируйте вот эти слова. Что вообще эти слова значат? Вот эти выражения «не недоступна» и «недалека». Когда я смотрю на этот отрывок, вот здесь, в этом отрывке, Моисей призывает народ к исполнению заповедей, в которых Бог свою волю открыл. Но интересно, Моисей говорит о том, что вот эти заповеди, они недалеко от каждого. То есть Моисей подчеркивает, что воля Бога понятна любому. Она не сокрыта где-то за семь морей. Ради нее не надо идти на край земли. Не надо спускаться в Марианскую впадину. Моисей вот здесь начинает противопоставлять. Вот этот момент святости, который требуется от израильтян, вот к этому греховному образу жизни египтян, ханамеев. Поэтому он говорит, вот эти слова «будет жив» означают прежде всего вот этот мир. Вот это процветание народа Божия, если человек будет послушен. Последний вопрос, который стоял у нас в этом уроке за этот день. Какое обетование лично для себя вы находите в этих стихах? Опять же, это личный вопрос. Не буду отвечать. Хотите, сами для себя отвечайте. Хотите, поднимайте в классе. Но это личный вопрос. Четверг. Вопрос поклонения. Снова несколько текстов предлагается нам прочесть. Давайте прочитаем эти тексты. Второзаконие 4,19. «И дабы ты, взглянул на небо и увидев солнце и луну, и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил всем народам их под всем небом». Второй текст. Второзаконие 8,19. «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов, друг, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете». Одиннадцатая глава, шестнадцатый стих. «Берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им». Тридцатая глава, семнадцатый стих. «Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им». И у нас стоял вопрос, какое повторяющее предостережение содержится в этих стихах? По большому счету, начиная с первого, которое мы прочитали, не подменять объект поклонения. Неважно, это звезды, другие башки, какие-то предметы. Не подменяйте, не делайте суррогат из поклонения Богу. Штен, дальше вопрос, почему это предостережение было так важно для народа израильского? Дело в том, что, когда я смотрю на израильский народ, это с ними происходило очень часто и густо. Особенно, когда мы читаем книгу судей. Это, интересно, американские горки, взлеты, падения, взлеты, падения. И вот так постоянно упадут, Бог допустит какой-то плен, какое-то нашествие. Они помолятся, придет судья, избавят. Они вроде опять в отношениях нормальных с Богом. Это проблема извечная, и это не только у Израиля и тогда. Это происходит еще чаще и гуще у нас с вами. Но оно происходит незаметней. Дальше нам предлагалось прочитать Откровение 14 глава с 6 по 12 стих. Мы этот отрывок уже читали, но мы выведем его на экран. Я не собираюсь его читать, этот отрывок. Но здесь у нас стоит вопрос. Это трюханельская весть. Какую особую весть об истинном поклонении дал Бог для последнего времени? И тут просятся, даже вот в скобках тут написали у нас, выделите фразы о поклонении и прокомментируйте их. Ну давайте попробуем это сделать. Вот эту весть называют трюханельской. То есть есть четыре особых ангела в Откровении, но они провозглашают именно трехангельскую весть. Давайте немножко коротко затронем каждого. Значит, первый ангел, он зовет все человечество, просит вернитесь к вечному Евангелию и пересмотрите свои отношения с Творцом. Вторая весть. Вторая весть, или второй ангел, говорит о том, о тех последствиях. Говорит, если вы не прислушаетесь к первой, тогда Бог вешает ярлычок, тогда ты Вавилон, ты находишься в Вавилоне. То есть ты противник Бога. Но, вешая вот этот ярлычок, Бог не закрывает теперь на проблему глаза и говорит, это ваш выбор и все. Когда мы читаем Откровение, там даже Бог, уже напрямую обращаясь к Вавилону, говорит, выйди все-таки народ мой. Может быть, даже повесив ярлычок, человеку некомфортно с этим ярлычком. Поэтому есть шанс одуматься. Это вторая весть. Третья весть. Если человек не хочет слушать первую весть, не хочет слушать вторую, тогда будет финал. И вот эти комментарии каждой из трех вестей, которые просят нам сделать, я бы хотел, чтобы вы это сделали в классе субботней школе. Но последний вопрос давайте зададим. Если в нашей жизни другой Бог или Боге, из-за которых мы незаметно шаг за шагом теряем нашу преданность Иисусу. Это, наверное, тоже глубоко личный вопрос, потому что, по большому счету, сегодня такие есть технологии, что об этих башках может не знать никто. Ну, смотрите, простой пример. Например, когда я смотрю на мужа, который по сердцу Бога, я имею в виду Давида, интересный человек, столько псалмов написал, муж по сердцу, которого Бог даже называет мой сын. Ну, так в Библии написано. У меня сразу вопрос, почему у него в спальне стояла статуя в рост человека? Это интересный вопрос. Почему Давид в спальне, чтоб никто не знал, кому-то поклонялся? Я не знаю, почему. Может быть, этот вопрос задам, когда буду в вечности Давиду. Но мы говорим о чем? Вот такие башки есть, и они есть у каждого. Но это личный вопрос. Можете его поднимать в классе, можете не поднимать. Это вопрос на усмотрение учителя. Чем хочется закончить наш разбор? Дело в том, что не только повиновение Богу из-за его обетований отвечает интересам Израиля, но и то, что и послушание тоже находится в их руках. Однако Бог никого не принуждает. Перед каждым из нас есть два пути. Жизнь и смерть. И это наше право делать этот выбор. И вот интересно, когда мы сегодня открывали второзаконие, Моисей не просто показывает вот все беские причины. Он говорит о том, что вот этот путь, который, путь жизни, это правильный выбор. Он призывает сделать этот выбор. Даже призывает во свидетели вселенских свидетелей неба и землю. То есть, на карту поставлена судьба. Но если Израиль не сделает правильного выбора, весь замысел пришествия Мессии, Спасителя, может оказаться под угрозой. Но это то, что касалось Израиля. А вы подумайте о себе. Сегодня Бог говорит избери. Сегодня перед нами выбор. И это выбор не то, что будет потом. Этот выбор говорит, что будет сегодня, а потом и завтра. А вечность это уже бонусом. Или с Богом, или прочь, навечно от Него. Бог говорит избери жизнь. Что я выберу? А это зависит от каждого из нас. Спасибо за то, что были с нами. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я благодарен за то, что вы были вместе с нами на этом разборе. До следующего понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok